Длинная очередь у пивного ларька подошли трое военных с автоматами и повязками на руках. Усталые и недобро оглядели толпу. Один из военных постарше и понебрити спросил, «Коммунисты есть?» Очередь замерла, сжалась и сделалась небольшой и жалкой, как в развитых странах. «Началось!» – пролетела от головы к хвосту очереди. «Отлавливают уже! Погуляли, хватит!» «Иван, а ты что не выходишь?» «Кто Иван?» «Обознался ты!» Никто так и не вышел и даже не шевельнулся. «Жаль, жаль!» – сказал военный, «очень жаль!» Другой военный, помоложе, помладше звания, пояснил. «Да вот нашли обложку от партбилета, а в ней 700 рублей лежит». Не успел он договорить, алкаши заклопали себя по пустым брюкам и карманам пиджаков. В поисках партбилета зазвенели голоса. «Народ и партия – все едино!» «Где что-нибудь, там и они! Ум, честь и все такое!» «Иван, Иван, а ты куда?» «Дура, не Иван я тебе, а Иван Петрович!» «Распустили дармоедов!» Очередь дрогнула раз, другой, третий, заколебалась, целиком оторвалась от пивного ларька и двинулась навстречу автоматам. «Все коммунисты, что ли?» – удивился плохо выбритый. «Все хором крикнули алкаши. Шаль, бросил военный, очень жаль!» Другой военный, помоложе и помладше званиям, пояснил, 700 рублей-то фальшивые были. «Так чьи они и откуда?» Толпа немного помолчала, потом помялась, потом попякалась. Заговорили все разом. «Да, болеет партия!» «А что ты хочешь? То она тебе в авангарде, то черт ее знает где!» «Заболеешь, что ли? На словах одно, а на деле-то другое!» «Запутались совсем, забрались!» «Так, что ли, Иван? А кто тут Иван?» «Да нету тут Иванов!» Военные постояли еще немного и ушли. Последние отблески солнца осветили чистое голубое небо. Народ принялся пить пиво.